Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. 14 домов в Самаре не готовы к отопительному сезону. В чем причина, выясняли в департаменте ЖКХ. 14 домов в Самаре могут быть не готовы к началу отопительного сезона. Всего же в работе сейчас 120 зданий. Об этом стало известно на заседании штаба по подготовке к зиме в департаменте городского хозяйства и экологии. Ранее не все подрядчики представляли правдивую информацию о реальной картине на объектах. Первый заместитель главы города Владимир Василенко потребовал от директоров подрядных организаций рассказать все без утайки и в кратчайшие сроки завершить ремонт по всем адресам. К октябрю 100% жилого фонда должно быть полностью готово. Районным администрациям поручено ежедневно контролировать проблемные объекты. Те же подрядчики, что пытались ввести в заблуждение городские власти, за нарушение ответят по всей строгости закона. Их включить, начать процедуру включения в реестр недобросовестных подрядчиков. Вот это будет сделано. И сегодня эти бумаги будут подготовлены. Следующее, то же самое записывайте, то же самое направить бумаги в прокуратуру. Пусть их проверяют. Новый спортивный маяк для жителей рабочей безымянки. На месте старого стадиона построен спорткомплекс. Под одной крышей размещаются универсальный зал, бассейн и ледовая арена. Олег Зверев тоже оценил возможности тренировочной базы. Команда юных баскетболистов первой испытывает современное покрытие нового зала. Пока они еще только грезят о большом спортивном будущем. А вот мечта о том, чтобы в районе появилась хорошая тренировочная база, сбылась. На открытии спорткомплекса «Маяк» люди пришли семьями со всей рабочей безымянки. По поводу спорткомплекса, мы давно ждали, что он откроется, потому что видели, как он открылся с самого начала. И очень рады, что он все-таки открылся. Хотелось бы посмотреть полностью его и бассейн, и, конечно, поплавать. Символический ключ руководству комплекса вручил губернатор. Это новый стандарт абсолютно для спортивных объектов. Когда под одной крышей, в одном холле сразу несколько спортивных залов. И, конечно, это дополнительное огромное удобство для жителей, которые живут недалеко от этой территории. Это уже третий в регионе и пока второй в Самаре спортивный комплекс типа «Тройка». В арсенале универсальный зал для игровых видов спорта. Два бассейна, каток со льдом олимпийского качества. Во дворе футбольный стадион с искусственным покрытием. База соответствует всем необходимым требованиям для развития тех видов спорта, которые здесь предусмотрены. Это игровые виды спорта, это плавание, это в случае ледовой хоккейной коробки, это хоккей, фигурное катание. Спорткомплекс «Маяк» находится в шаговой доступности от крупнейших промышленных предприятий и прилегающих к ним городских кварталов. У заводских команд теперь есть где ставить не только производственные рекорды. Всего пять минут ходьбы до станции метро и одна минута до конечной остановки трамвая. Спорткомплекс «Маяк» находится в хорошей транспортной доступности для всех жителей Самары. А уже в ближайшие годы подобные объекты будут построены в каждом районе города. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Народный заим в пользу города. В Самарском регионе продолжается продажа облигаций. За неполные три дня поступило более 70 заявок на покупку ценных бумаг от самарцев и коммерческих структур. Доход от этих инвестиций направят на строительство жилья и всей инфраструктуры в старой части города. Олеся Корецкая вникла в детали заманчивой финансовой операции. Самарцы сами построят свой город и получат от этого доход. Проект «Народный заим» должен стать выгодным для всех. Покупка облигаций со ставкой в 13% годовых принесет прибыль вкладчикам и позволит реализовать социально значимые проекты. Здесь, в границах улиц Красноармейская, Самарская, Садовая и Льва Толстого начнется проект реновации старой части Самары «Пять кварталов». Буквально через два года здесь развернется активное строительство. Появится 35 тысяч квадратных метров жилой и нежилой недвижимости, вся инфраструктура. А памятники архитектуры сохранят и отреставрируют. «Пять кварталов» объединяет планы и требования и жителей, и областных властей. Город обновляется. Это будет не разрозненная точечная застройка, а целый квартал со своим стилем. При этом самарцы получают новое жилье по всем современным требованиям, а также площадки для культурного отдыха и развития. Задача не просто построить, а преобразить и сохранить ценное. Проект «Пять кварталов» в чем в особенности? Попытка примирить эти подходы с пониманием наших возможностей города, возможностей наших граждан, возможностей бизнеса, возможностей государства. Проект надежный. Его реализацию правительство Самарской области обеспечило залогом. Облигации можно передать по наследству, продать, подарить или вернуть. Все риски, которые связаны с возможным досрочным явлением облигаций с погашением, также учтены в бюджете проекта. Самой главной задачей такого механизма привлечения средств населения мы увидели в том, чтобы, во-первых, предложить понятный проект, который бы был и актуален, которого бы все ждали, и в то же время все-таки не забывать о финансовой и экономической составляющей и проекта, и такой формы привлечения средств. За три дня поступило более 70 заявок на покупку облигаций от организации и от простых самарцев. «Займ народный» полностью оправдывает свое название. Приоритет отдается не коммерческим структурам или банкам, а людям. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. 8 сентября в России отмечают День финансиста. В преддверии праздника глава региона Николай Меркушкин встретился со студентами и преподавателями Самарского государственного экономического университета. В этом году ВУЗ отметит 85-летний юбилей. На встрече речь шла о развитии высшего образования и науки, о новых общежитиях для студентов и поддержке молодых специалистов. Марина Кравцова обо всем по порядку. 2700 человек пополнили ряды студентов Самарского экономического университета в этом году. Это самый большой показатель для ВУЗа за последние 15 лет. Среди первокурсников 14 стобальников, а средний балл ЕГЭО, поступивших на бюджетные места, почти 84. Это один из самых высоких показателей среди экономических ВУЗов страны. Учиться в СГЭО приехали студенты из разных регионов. Один из самых актуальных вопросов – новое общежитие. Как отметил губернатор, эта тема актуальна для многих самарских ВУЗов. И вопрос будет решаться, возможно, и с использованием средств от нового облигационного проекта. Мы выпускаем облигации. Мы, может быть, пойдем на то, что из тех денег, которые мы будем выручать, будем строить и общежитие. Разделяем полностью эту вашу озабоченность. И будем думать, как эту проблему решать. Образование на высшем уровне. Но смогут ли студенты, выйдя из ВУЗа, столь же удачно устроиться на работу? Создание новых рабочих мест – одна из приоритетных задач. Поэтому регион активно работает над привлечением инвесторов. Что касается нашей области, мы в последние годы достаточно много сделали для того, чтобы мы стали привлекательными для тех отраслей, которые создают в большей мере рабочие места именно вам. Студентов и преподавателей волнуют и вопросы благоустройства Самары, дальнейшего строительства метро и поддержка молодых ученых. Мне хотелось бы спросить, будут ли еще какие-то меры по поддержке, особенно молодых ученых, студентов с вашей стороны? Именно развитию науки во всех сферах, от космической до педагогической, сейчас пристальное внимание. В приоритетах и инновационные проекты. О поддержке молодежи из отделе для будущих научных открытий говорил ректор экономического университета. Особенно, конечно, радует ваша забота о молодежи. Только в нашем университете три открытия спортивной площадки. И что самое важное, это забота не ориентированная только на сегодняшний день, чтобы отчитался и пошло, а ориентированная на будущее поколение. Я в данном случае имею в виду строящийся Гагарин-центр и вся инфраструктура вокруг. Глава региона подчеркнул, высшее образование призвано стать одним из двигателей региональной экономики. Ни один вопрос не остался без ответа. Общение со студентами губернатор продолжил и после завершения встречи. Марина Кравцова, события. А теперь коротко о других темах дня. В Самарской области в ДТП пострадали 8 человек. Авария произошла на трассе Самара-Бугуруслан в Похвестневском районе. Столкнулись три автомобиля. Десятка, Приора и Киа. В результате столкновения два пассажира Приора и мужчины от полученных травм скончались на месте. В больницу были госпитализированы две женщины и четверо мужчин. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавших, а также обстоятельства происшествия. Грузовая «Газель» на Ташкентской в Самаре разломилась пополам. ДТП произошло во время движения автомобиля прямо посреди проезжей части. На месте аварии скопилась пробка. По словам очевидцев, у автомобиля не выдержала рама. По предварительной версии «Газель» была сильно перегружена. Житель Самары судился со службы эвакуации за повреждение автомобиля. Машина сорвалась в самом начале эвакуации, когда ее еще не успели полностью оторвать от земли. Фирма признала вину своего сотрудника и предложила возместить ущерб за повреждение переднего правого крыла. Но пострадавший посчитал, что ущерб значительно серьезнее. Судебная экспертиза его версию не подтвердила. В итоге суд определил сумму ущерба в 126 тысяч рублей. Не вписался. Катер столкнулся с опорой моста через реку Самара. Инцидент произошел в 11 вечера в районе спуска с улицы Мельничной. По версии правоохранителей, 38-летний мужчина, управлявший судном, был трезв. Он получил травмы и был отправлен в больницу на машине скорой помощи. Судно получило повреждения, но осталось на плаву. Городским птицам угрожает болезнь Нью-Касла. Этому заболеванию подвержены не только домашние птицы – куры, индейки и попугаи, но и городские – воробьи, голуби, синицы, снегири. Инфицирование птиц происходит через дыхательные пути. Нередко болезнь заканчивается гибелью птицы. Она задыхается. Ростельхознадзор рекомендует владельцам домашних птиц исключить их контакт с дикими. А в случае обнаружения больных или павших особей, в том числе и на улице, граждан просят сообщать в ветеринарную службу. Культурный код Самары. Узнаваемые символы и забытые смыслы. В редакции «Самарской газеты» продолжается курс открытых лекций, посвященных 430-летию города. О том, каким образом Самара разговаривает с каждым из нас – сюжет Марины Матвейшиной. Город как система, как знак символов, как текст. В пресс-центре «Самарской газеты» профессор Сергей Голубков читает лекцию о том, как Самара разговаривает с каждым из нас. Говорит геометрией улиц, памятниками, личными и городскими событиями. И несмотря на то, что диалог этот приватный, с каждым человеком Самара говорит по-своему и о своем, есть и общие темы. В первую очередь это Волга. Распространенность города вдоль реки повышает статус самой Волги в сознании горожан. Волга – это некий такой мир. И отсюда рыбная ловля, отсюда купание, отсюда моторки, отсюда много таких затей. Кого-то она кормила, кого-то она просто развлекала. Это время отдыха, лета. И кого-то действительно было просто ощущением. В честь 430-летия города Самарская газета запустила цикл бесплатных открытых лекций. На них выступают известные самарские историки и культурологи. Лекции еженедельные. С каждой следующей город открывается слушателям по-новому. Самому стало намного интереснее гулять по городу. И можно уже спокойно прогуливаться по городу, взять, прихватить с собой еще нескольких товарищей, идти просто и рассказывать. Особенно по достопримечательностям. Из-за ограниченного количества мест в зале обязательно предварительная запись. Забронировать место можно по телефонам редакции, а также по электронной почте. Марина Матвеевична, Василий Калдашов. События. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Самарский метрополитен на передовой. Сотрудники подземки из 16 городов России приехали перенять опыт. Близок ли финал на стройке путепровода на проспекте Кирова побывала комиссия и наш корреспондент. Вышли на новую орбиту. Самарский университет и Роскосмос совместно будут готовить новые кадры. Селфи с избирательного участка. Под таким названием в Самарской области пройдет конкурс. 18 сентября любой желающий сможет выложить фотографию в социальную сеть Инстаграм и получить возможность выиграть поездку в Москву или один из гарантированных призов. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android.iOS. Всего вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова